Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Rock'n'Craft. Борис Борисович Губенщиков еще в прошлом году обещал нам релизнуться по максимуму. И вот снова две новиночки от Аквариума и от БГ. Обе данные пластинки объединяют один факт. Это благотворительные альбомы. То есть они не лежат на бесплатных сервисах, типа там Яндекс.Музыки. Если вы хотите их послушать, ну разумеется, все украдено. Но если вы хотите послушать легально, вы закидываете какую-то определенную денежку в благотворительную организацию. И с их сайта скачивается альбом. Я уволился с работы, потому что я устал. В совокупности это благое дело. И это как бы снимает какие-либо обязательства. Потому что это не альбом, записанный на деньги от краудфандинга. Никто никому ничего не должен. То есть в принципе релиз такой добродельческий. Что выпущено, то выпущено. Кому-то возможно будет интересно. Как бы вы делаете благое дело, и вам отвечают добром. Первое это Аквариум. Альбом Дань. Честно говоря, Борис Борисович давно его анонсировал как альбом каверов на его соклубников по Ленинградскому рок-клубу. Это меня заинтересовало. Я слышал энное количество каверов на своих, как скажем так, сокурсников от БГ, от Аквариума. И мне было интересно услышать в виде полноформатного альбома. Именно как Дань он это и анонсировал. Что мы имеем по факту. Все верно, как он и говорил. Два кавера на Звуки Му, то есть на Петра Мамонова. Два кавера на Виктора Цоя на кино. Один на Наутилус. Один на группу Не будем ругаться ХЗ. Ну уж не совсем это, конечно, его сокурсники из Ленинградского рок-клуба, но все же. И один на Майка Науменко и группу Зоопарк. В чем проблема? Это не совсем альбом. Это семь песен всего. Ну ладно, они длинные. В принципе, по хронопетражу на альбом сойдет. Но это семь песен, которые записаны с 93-го года. То есть их как раз, вот их я и слышал до этого. Но, наверное, я в какой-то степени поклонник БГ. И я синглы где-то слушал, что-то неизданное. Поэтому для меня тут буквально новых два трека, которые я не слышал. Для тех же, кто так глубоко не копается в БГ, а слушает только какие-то самые основные номерные альбомы, это вполне полноценный альбом каверов, действительно. Как минимум, тут это не разброд и шатание, это треки, приведенные к единому звуку, к единому уровню звука. Звучит вполне цельно. Я хочу быть с тобой. На самом деле, все семь композиций достойны внимания. Даже самое слабое, что здесь есть, это кавер на Я хочу быть с тобой на Утилуса. Это просто, я считаю, такая композиция, которая уместна только в одной аранжировке и в той самой аранжировке, которую сделал Бутусов, которую сделали музыканты группы Наутилус Пампилиус. Не слышал никогда ни одного удачного кавера на эту песню. Но даже она звучит неплохо. А почему? Потому что в любой композиции БГ сделал аранжировку под аквариум. Это, кстати, звучит именно как аквариум. Это звучит не как сольник БГ, это звучит как нормальный такой альбом аквариума довольно поздних лет, но не совсем современный. То есть вот начали записывать в 93-м году. Это где-то и звучит как аквариум из 90-х, из конца 90-х. Больше всего у меня впечатлили две вещи. Это «Цветы на огороде» звуки Му группы и «Генерал кино». То есть я бы так сказал. Я хочу быть с тобой. Ну я уже отметил, что по мне просто на эту композицию каверы не нужны. Можно к ней по-разному относиться, но каверы на нее не нужны. Все остальные композиции БГА сделал песнями аквариума, при этом не утеряв основу оригинала. И по мне он их улучшил. Нам не хватает тем, не нарушай покой. С одной стороны, он сделал альбом каверов, так воздал дань товарищам, как и обещал. С другой стороны, он по сути сделал новый альбом аквариума. «Где твой мундир, генерал? Твои ордена?» И как многоопытный русский рокер, и не только русский рокер, а в принципе, особенно по уровню русской рок-сцены, очень многоопытный. И в мировом масштабе, вот именно не популярность в мировом масштабе, а опыта, который он набирался на мировой сцене, БГ, как вот такой многоопытный музыкант, нашел в этих композициях то, что нужно особо отметить, то, где нужно раскрыть. Он нашел те аранжировки, которые помогают сделать эти композиции более полноценными. Просто вот как, например, тот же Майк Науменко. Я не могу сказать, что у него плохие песни, но я не слушаю группу «Зоопарк», потому что это именно песни. Знаете, он как поэт-песенник. Вроде песни неплохие, но исполнение. Но инструментальное мастерство, но вокальное мастерство, ну какое? Никакого. Нет, в вокальном мастерстве БГ тоже не будем говорить, да, оно спорное. Но аранжировки, аранжировки БГ с аквариумом умеют делать качественно. И музыканты это весьма высокого уровня. И причем их инструментальная палитра весьма широка. Они не ограничиваются стандартным набором рок-инструментов. В целом, моя оценка 7,5 из 10. Для меня и для поклонников аквариума БГ это компиляция. Для тех, кто знает БГ более поверхностно, ну для тех, для кого БГ не является каким-то там прямо таким столпом, а просто, ну, эти слушатели уважают данного музыканта, слушают что-то самое важное, что-то пропускают, может быть, что-то не пропускают, но слушают как минимум только номерные альбомы. Это вполне полноценный альбом каверов. Если не копаться в истории, то мало ли что записывалось с 93-го года. Звучит он так, как будто он записан весь, ну, нормально вот в студии сели и записали. Как будто вот так и было запланировано. Просто коротковато вышло. По мне, кстати, такой хронометраж это не минус. Лучше иметь 7 интересных каверов, чем добивать просто каверами до кучи, чтобы расширить длину, а по факту они будут совершенно неинтересные, не добавляющие ничего к оригиналу. А все эти вещи, как я уже сказал, меняют оригинал, добавляют туда своего собственного видео, видения БГ, причем это видение имеет смысл. Это не просто так. Я сделаю песню по-другому, ну, потому что нет смысла каверить так же, как я уже много раз говорил, нет смысла каверить так же, но я сделаю по-другому. И это выходит, да, по-другому, но неуместно, но это бессмысленно, бессмысленно по-другому. Мне здесь такого совершенно нет. Здесь все по-другому и все очень уместно. И главное, что БГ в целом сохранил дух оригиналов. То есть, вот послушайте песню «Генерал». Здесь есть дух Цоя, есть. Это аквариум, это аквариум. В общем, с точки зрения альбома каверов получилось очень удачно. И давайте не будем пенять, что это скорее сборник каверов, потому что для большого количества людей, я бы сказал, для большинства. Это вполне себе полноценный альбом. И вторая новиночка «Услышь меня, хорошее». Это уже Борис Борисович, это заглавлено БГ, точно так же боготворительный альбом. Это альбом тоже каверов. Ну, здесь есть несколько композиций собственного сочинения БГ. Опять же, эти композиции уже давно на слуху у поклонников. Да и также эти каверы в большинстве своем тоже на слуху у поклонников. То есть, та же ситуация, что с Данью, повторяется и здесь. Но это каверы на песни городских окраин, скажем так. Есть какие-то народные композиции, есть авторские, но все это вместе так. Вот городской фольклор, песни городских окраин. Там служил молодой корзинал. То есть, по факту, это фолк. Здесь вот минимализм, аккордеон. Такое. Городская, несовременная музыка. БГ таким уже занимался. Такие альбомы у него были, такого плана. То есть, стилистически такие альбомы у него были. Как я уже сказал, эти песни он также уже исполнял. В большинстве своем. Ну, то есть, это как бы тоже, в общем-то, компиляция. Но звучит, опять же, цельно, как альбом, потому что все сведено, подогнано под единый звук. Что я могу здесь выделить? На самом деле, всего пару композиций. Они все похожи. Это на самом деле такая жанровая музыка. Кому такое заходит, и кого не отращает вокал БГ, это важно, потому что здесь минимализм, мало инструментов, и вокала много, и в первую очередь здесь важны тексты. Кому такая музыка заходит, не отращает вокал БГ, это понравится. Всем остальным я вряд ли могу это посоветовать, но это городской фольклор. Когда весна придет, не знаю, вот здесь аккордеончик, вот очень хорошо, очень в тему. Вот эта композиция максимально интересно и максимально передает дух альбома. И снился мне сад. Это такая вторая сторона этого альбома, атмосферно и минималистично. Я не являюсь поклонником подобного жанра, я спокойно отношусь к вокалу БГ, а СНК 6 из 10 просто, в принципе, за однообразность и за то, что во многих композициях здесь суть не в музыке, а суть в текстах и вот в некой атмосфере. Это, да, наверное, есть, но я все-таки, если с точки зрения просто такого фолк-музыки это оценить, даже это не фолк-рок, это именно просто фолк-музыка, ну, 6 из 10. На разок послушать можно, вот пару композиций я выделил. Слышал альбомы фолковые поинтереснее. Ну, это все-таки, наверное, даже если дань можно посоветовать всем, кому интересен русский рок, то все-таки «Услышь меня, хорошее» это именно для фанатов БГ. А тут вот минус, потому что для фанатов БГ эти композиции в большинстве своем известны. И получается, альбом не совсем понятно для кого. Ну, с другой стороны, как я уже сказал, это благотворительные альбомы. Может, какой-то фанат что-то утерял, а тут найдет. А может быть, кто-то такой, вот хочу пожертвовать, о, еще и получу альбом БГ, а послушаю... Все, ну, приятно. Ничего плохого здесь точно нет. Спасибо за просмотр! С вами был Rock'n'Craft. Оставайтесь на канале, и будет еще очень много БГ. Он обещал. На самом деле, уже релизнулся по максимуму.